На лестничной клетке жилого дома произошел конфликт между двумя мужчинами. 40-летний саровчанин приревновал свою подругу и ударил соперника ножом в спину. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он лежит в реанимации. Нападавший признал вину. Как выяснилось, ранее его судили за аналогичное преступление. На прошедшей неделе сотрудники правопорядка зафиксировали сразу несколько случаев мошенничества. Жертвой одного из них стала пожилая саровчанка, которая заказала в магазине компрессионное белье. Через некоторое время ей позвонили злоумышленники. Неустановленное лицо представилось сотрудником администрации Центрального пенсионного фонда города Нижний Новгород и сообщило информацию о том, что компания, продававшая лечебное белье, которое ранее заказывала данная гражданка, обанкротилась. И гражданке необходимо отплатить штрафные санкции за пользование ячейкой, в которой хранилась компенсация в размере 500 тысяч рублей, положенная ей. Мошенники уверяли, что женщина получит компенсацию после того, как оплатит штраф в 60 тысяч рублей. Преступники продиктовали реквизиты и предупредили, что если платить напрямую банку, сумма удвоится. Саровчанка послушно отправила деньги. На связь злоумышленники больше не выходили. Похожий случай произошел с пожилым мужчиной, который сделал заказ в магазине здорового питания. Данному гражданину поступил звонок на городской телефон. И ему неустановленное лицо сообщило о том, что БАДы и продукты питания, какие-то там диетические каши, которые он заказывал, являются фальсификатом. По словам мошенников, пенсионеру положена компенсация – 420 тысяч рублей. Для их получения мужчина перевел 35 тысяч на счет, который указали злоумышленники. Когда он понял, что его обманули, обратился к правоохранителям. Сотрудники полиции призывают саровчан не отправлять деньги незнакомцам, не называть личные данные и коды своих банковских карт.